видеть классно классно и мне очень нравится да давайте включим запись привет youtube специально для тебя я покажу пальцем так вот россия пошла а он что да это его субъективная точка зрения ну человека бомбит вы знаете когда когда вас поливают фекалиями значит вы все делаете правильно поэтому и вот не кто напишет там на ютюбе там какую-нибудь гадость и даже радость типа вот тут там посадить позавидовал и это же хорошо hello hello everyone in the twitch chat hello everyone welcome to our stream and i hope we are must continue watching esl go for cup one versus one after last game louvnest must winner one point he take and we are waiting second game jove and lovnest ну да лувнест ребят готова вторая игра поехали чё там записал запись пошла все пошло фух зачем читать вслух да какая разница ребят я же все я же вон там и москаляку на галяку читал ну какая разница но человека блин ну нельзя вот относиться там ну как то правильно объяснить там ну вот не нравится ему россии ну ради бога чё это же как как-то правильно ну пускай не нравится чё какая разница но он же все-таки пришел к нам уделил внимание правильно мы ему тоже уделяем внимание человек может ошибаться в конце концов не нравится не нравится ради бог вот а почему не нравится пришел здесь не жил никогда если бы он здесь пожил он бы понял что я не знаю правда где он там живет но он бы понял что здесь принципе можно какие-то дела делать поэтому ну а судя по возрасту судя по сообщениям не такой и взрослый парень так что да и ничего страшного чего это самое то какая разница я я вообще ни от чего не бомбит не хочет человек не нравится ему а за лунность за всю европу сражается вот и срут но это нормально ребят это вот такой настоящий спорт представьте если мы сейчас приехали куда-нибудь там в кельн и мы там за джова болели бы они такие в россии там но мы вас там но и мы таки давай давай короче вот это вот это реально спартуха такая прям приставить более классно эх вот вот она вообще вот это где там какие зерги я тебя умоляю идите еще со своими зергами в лес туда ребят вторая игра поехали а ты такой мужчина молодец ну вот собственно что я могу сказать вот так можно сказать про лунность то он же молодец правильно ребят ну реально красавчик такую игру вытащил ну это же жесть просто невероятно что же 1-0 1-0 джофф проигрывает ничего страшного ребята у него еще есть шанс есть возможность отыграться джофф на сей раз будет играть за немцев как мне кажется джофф лучше играть за немцев чем за союзников посмотрим в обороне джофф более стабильные играют меньше страча больше игры пересвет пересвет полностью согласен полностью согласен с тобой дорогой 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 пересвет я согласен меньше страча больше игры ребят ну тяжело тяжело честно джоу объясню почему потому что лунность хорошо играет он с нога на показал невероятную игру за советский союз то есть в принципе мне очень понравилось как он играет реализуют вот эти зисы и как мне кажется вот у джоффа сейчас есть шансы пролететь в принципе по билдордеру получается похожий похожая стратегия скорее всего будет от лунность а это очевидно выходит да инженер ну все то же самое то есть у него видно отточенный билдордер и он им играет в целом и и самое приятное что лунность этим билдордером играет очень хорошо то есть он его видимо оттачивал не играл им и все у него хорошо все у него получается т-1 вот это интересно а вот вы знаете вот я ж только что об этом говорил похоже вы знаете а почему бы и нет почему бы в два снайпера не сыграть сейчас против немца построить потом т-2 накопать вот этой обороны и все welcome to сантропе до свидания чемоданы вокзала лузера почему нет если джофф не может пробить такую оборону за немц и ну то есть играет за союзников да за немцев то он точно не пробьет немцы то позиционные войска имеют так что интересно это очень интересно м3 м3 вопрос будет ли огнемет да огнемет сейчас готов обратите внимание куда сразу становятся инженеры сектор под угрозой очень интересно тем временем отремонтировался куб вагон вот гренадия бирайт против новобранцев немецкие шутцы пока перестрелки пока просто позиционная такая борьба ну вот поехали клаунс кар дажм helena догоняем дагоняем нажимаем дагоняем 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 гривны Смотрите, все побежали, все побежали Ой, ребята, куда побежали Быстро, 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 быстро Нажариваем, 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 нажариваем И сейчас бы хоть один отряд бы забрать, Джо Хотя бы один, ну хоть один Но забери ты хотя бы один Да что ж ты будешь делать Нет, все-таки один отряд забирает И еще Кубваген Кубваген До конца, до конца, до конца, до конца, до конца Здесь просто попробовать забрать Кубваген Нет, Кубваген не дурак Отойдет под флаг Так, и надает этих самых, тех самых, миненберайт от Джова. Джов готовится. Джов молодец. М3 прогоняет всех немцев на базу. Ну, до первых шреков. Будут ли шреки, давайте посмотрим. Ну, нет, шреков пока нет. Все потому, что у Джов потратился на мину. Ой, хороший фраг делает у нас Джов. Это Пупхин, ребят. Это Пупхин. Вот, собственно, и все. Странно. Весьма промечен. Вот, вы знаете, всегда, всегда наказывается такая халева. Вот сколько раз вот себя убеждаю в том, что вот М3, ты получил преимущество, отведи его в самую дальнюю точку и захватывай. Вот сейчас бы М3, представляете, захватывал бы вот эту точку. Все было бы хорошо. Нет, надо оставить М3 на передовой, получить от Пупхина залп и в итоге потерять этот юни. А представьте, сейчас бы вот так вот М3 заехал бы сюда. Блин, ну какая же красота. Вот, вот, ошибается. Лунэск, конечно, здесь он что-то чересчур, это самое. Перегрелся, перегрелся немножечко. Головку надо остудить. Странно, что Кубваген достаточно пробитый и лезет в драку. Непонятно. Да уж. Ну что ж, ребят. По-прежнему мы смотрим с вами ESL. Финал сегодняшнего турнира. Джофф против Лувнаст. Это еще не конец. У нас с вами впереди целый марта. Будем смотреть экспертные игры, турниры, комментировать их, пить кофе, хавчик тайм. Там еще какие-то будут вещи. Ну, в общем, качественный контент, ребят. Подписывайтесь на канал, ребят. Обязательно подпишитесь и не пропускайте. На Twitch точно подпишитесь. Вам придет уведомление на почту, по идее, что началась трансляция. Чтоб вы ничего не пропустили. Вот такие дела. А, подсказывает, что Кубваген здесь ехал к инженерам ремонтироваться, но и в итоге не доехал. Там были новобранцы, там было страшно. Т-3. Интересно. 165. А, 41. Еще 42. Еще очень мало топлива до вызова техники. У Лунастов-Люска всему еще нет амуниции для того, чтобы заказать М-17. Поэтому там очевидно, что будет, скорее всего, этот... Мать его... Т-70. Инженерам тяжело сложаться с вольт-зенадерами. Вольт-зенадеры, обратите внимание, встали на колено. Да, смотрите, как они классно стреляют. К-98. Винтовки и панцер-шреки. Все, что нужно для уверенной победы. Никак... А, Т-2 продакшн, да, достроился. И Лукс. Панцеркомфаген Лукс. Он же рысь. Ой, минус! Хороший делает минус. Словность. Вот это вот вам... Добрый день, дорогая редакция. Обратите внимание, где вот была мина поставлена, да? Вот она, мина. И убила здесь сколько народу. Вот так. Егеря у моей егеря. А это значит, что... Люфтвафли. Тактику Люфтвафли выбирает Джофф. Лукс прогоняет пехоту. Инженера Советского Союза на центре. Ну что ж, Лунест выбирает тактику контратаки. С Б4 и КВ1. Ну, тем более, если в прошлый раз он ей выиграл. Почему бы и здесь ее не выбрать? Лукс отгоняет штормовую пехоту. Все правильно. Джофф все делает правильно. Пока все спокойно. А вот здесь забывает про Кубваген. Нет, не забывает. А если противотанковые гранаты... Нет, противотанковые гранаты бояться нечего. МГ-34. Отлично. Хорошая позиция для МГ-34. Возьминадеров можно здесь тоже оставить. Прогоняет Панзер Камфваген Лукс отряд новобранцев. Ну вот, собственно, и все. Карта вся переходит в руку Джоффа. Джофф оставляет все юниты противника на базе. Такое вот интересное решение. Кубхен подтягивается для того, чтобы отогнать Т-70. Лукс отгонит, естественно, с центра пехоту. И... что у нас? Продакшн... продакшн здания? Будет ли Т-1? Продакшн кар и... наверное, да, будет Т-1. Ставим Т-1. Отлично. Интересный выбор. Очевидно, что будет оборона у нас в центре. И, соответственно, будет держать две звезды. Джофф, а то и три. Хорошо подавляется МГ-34 пехоту. Лукс отремонтирован. Дымовая граната. Пупхен в инвизе. Т-70 отъехал. Все хорошо. Проблемы. Кубваген. Проблемы. Ой-ой-ой, не потерять бы этот юнит. Сейчас очень важный минус Кубваген делает у нас Лунест. Сыпется по чуть-чуть Джофф. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну и нормально, че. В конце концов, Лунест выйдет таким лимитом, что Джофф уже его не остановит. Правильно, правильно. Надо и дальше терять лимит. Что нам стоит дом построить? Ничего страшного. Если будет ничья, такой ничьи, наверное, не будет. В любом случае, переигровка-то какая-то точно будет. Там не может же быть. Так, по-моему, если в случае ничьи будет переигровка. Там есть такие правила. Ну, по крайней мере, когда я в Старкрафт играл, там было именно так. Давайте посмотрим, сколько в итоге у Лукса два фрага. Ни одного пока ветеранства. Хотя он стремительно стремится к этому. 258, 496. Т-70. Ничего, зонадеры. МГ-34 хорошо подавляет пехоту. Побольше бы мин, честно. Вот мин побольше хочется. А Джофф ставит еще мину. Хорошее попадание. Из Т-70 по МГ-34. Ставит еще Джофф мины. Штурмовая пехота прогоняет всех воздинадеров. Отличный врыв. Ну и подъехал у нас Лукс. Хорошо. Поддемажить. Не прокатывает граната. Т-70 пытается поддемажить панцир Шреков на воздинадерах. Прогоняется штурмовая пехота Советского Союза. Две звезды по-прежнему держат Джофф. Сейчас, скорее всего, одну из них заберет Лугност. ЗИС-3 готов. Будет ли еще ЗИС? Нет, все-таки минометка пошла. Отлично. Вот чего не хватало Джоффа на этой карте, так это минометки. Ну только, естественно, в прошлый раз играет за американцев. А вот сейчас Лугност все правильно делает. Пошла минометка, ЗИС-ка. Отлично. Все великолепно делает. Ой, хороший фрак. Новобранцы пошли на правую часть карты. Все правильно. Лугност забирает НИД. Забирает Центр, если хотите. Шреки продемажили на половину Т-70. Вот как-то так. Мукс прогоняет с Центра отряд инженеров. Джофф старается держаться. Джофф старается держаться. Джофф старается не потерять позиции. Не потерять инициативу. Ну, видно, что Джофф хочет победить. Но нужна контратака. Нужна контратака. Пока просто получается... Просто получается пока что воевать. А нужна контратака. Решительная, стремительная. Которая за ошибки противника будет его наказывать. Вот как сейчас. Только пораньше бы это сделать. Т-70 там есть. К сожалению, пока оборона крепкая. У Советского Союза. Естественно, к сожалению, для Джоффа. Ну и что у нас? Давайте смотреть. Вот и все. Уже два фрага. Миномет себе настреливает. Сейчас очень быстро набьет ветеранство. Да, и почему-то без прикрытия его оставляют. Здесь у нас Лугност. Какая ошибка оставить без прикрытия этот миномет. А вот если его забрать, то будет вообще прекрасно. Хорошо. Пробитие. По Луксу. Лукс отъехал. Ягеря у моей Ягеря. Хорошее попадание. Но, к сожалению, были в зеленке эти Ягеря. Ничего им не будет. Ну и, собственно, все. Джофф прогоняет своего оппонента. С центра. Все, не отдаст он этот центр. Типа, нет, не, пацан. Я тебе ничего не дам. Пробитие. По Т-70. Т-70 маленькая цель, поэтому по нему тяжело попасть. Есть в компании у Херес понятие крупная цель, маленькая цель. И, в общем, Т-70 относится к маленькой цели. Поэтому по нему промахиваются часто противотанковые орудия. Панцер Шреки, ну и прочее. Другая ересь. Справно в обранце скинули амуницию. Все хорошо. 227. 464. В общем, Джофф пока выигрывает по очкам. Вот что я хочу сказать. Но это пока. Пока что. Вопрос, когда у Лунеста появится Катюша. А тут, извините меня, столько позиционной обороны, что мама не горит. И, конечно, тогда мы посмотрим, как запоет у нас Джофф. Посмотрим, что Джофф приготовил. Вот отличное решение. Лейк. Прекрасное оружие. Правый фланг тоже забирает Джофф. Слушайте, это жесть, конечно. Инженеры, проблемы. Ой-ой-ой, попробовать до конца забрать. Справа. Советская штурмовая пехота. Тут очень много пехотинцев-немцев. ЗИС раскладывается сразу навстречу Луксу. Пробовать, пробовать щупать оборону противника. Решительных действий пока нету. Просто спокойно играют позиционно от обороны оба игрока. Никто не хочет рисковать. Пока вот такой организованной атаки не проводит ни один, ни второй игрок. Все просто тупо не хотят отдавать преимущества, не хотят отдавать юниты. Ждем, ждем, говорит. И хорошее пробитие с Шреков. Ну, такая игра на руку Джоу. Джоу очень серьезно здесь доминирует по ресурсам. И ничего не сделаешь. Уже 169 остается у Лунеста. Вот и вопрос. Что делать дальше? Лунест, хорошо. Лунест-то очевидно, что ждет вызова КВ-1. Пробует Лунест прорвать здесь оборону противника. Не получается. Конечно, куда-то на три отряда одним выходишь. Ну что же, будет ли он вызывать или будет ждать Б4? Б4, наверное, все-таки Б4, мне кажется. 600, по-моему, стоит Б4. Давайте посмотрим. А, не, я не смогу сейчас посмотреть, к сожалению. Непонятно, что хочет Лунест, короче. Я, честно, не понимаю. Ничего страшного не будет. Три звезды по-прежнему за Джоу. МГ-34 останавливает атаку на центр. Ну и все, 129 очков. А, ой, Лунест, подъем! Эй, эй, братюня, подъем! Че сидим-то? Ну где это самое-то все у тебя? А, вот оно. Вот оно че, Михалыч говорит. Сейчас мы зарядим. Но только представляете, как долго он это все будет ломать. Ну что, какой там счет по играм, Женяшим? Ну, пока счет 1-0 в пользу Лунеста. Б-4. Поехали развлекаться. Поехали. Прямо вот сюда. И минус отряд, отлично. Накрывает Б-4 отряд противника. Через минуту, скорее всего, будет еще один отряд положен. Но вот проблема в том, что через 6 минут... Через 6 минут 100 очков уже у Лунеста не будет. Хотя Лунест, смотрите, уже забирает... Две звезды. Это хорошо. Пробит двигатель. Пошла у нас бомбеха. И это у нас... Как это? Десантно-штурмовая операция. Сейчас ягеря высаживаются на поле боя. Вызывается она, по-моему, за 250 амуниции. Да. Именно так. Ну что, сейчас будет из-за барона у нас настреливать Джофф по пехоте противника. И таким образом набивать ретеранство. Минус отряд инженеров. Теряет Лунест своих инженеров. Хороший юнит. Для него важный, потому что надо будет ремонтировать его танки. А... Некем. Некему. Еще выстрел, но, по-моему, не попадает Б-4. У нее должно быть сейчас на данный момент всего 5 фрагов. Ну, 4 даже. Ну, вот и все. Даже непонятно, что там дальше будет. Т-70 отдается. Все правильно. Да, Лунест тут правильно. Вот так и надо играть. Че ты сразу так не начал? Че тянуть-то было до 22-й минуты? Блуд Сапли Сервис. Привет. Привет, привет, привет. Всем привет, пацаны, кто присоединился. Смотрим финал ESL сегодняшнего турнира. 1-0 в пользу Лунеста. Джофф пока доминирует на карте. 433 на 104. Джофф сейчас заберет две звезды и выиграет. И все. Ну, вот КВ-1. Вопрос. Что сделает КВ-1? Мне вот, к сожалению, пока не видится роль этого танка в этой игре. Лунест, обратите внимание, в каком месте встал. Ой, хорошо. Нет, не попал. По луксу. Нерезультативная Б4. На этот раз нет. Третий выстрел промахивается. Никакого, никакой пользы нет от этого юнита. Я бы, на самом деле, бил прямо по базе, наверное. По вот этим позициям флага, для того, чтобы спокойно заезжать на базу и ломать продакшн. Ну, или, как минимум, отступающий отряд. КВ-1. Граната. Буквально чуть-чуть накрывает бойца. КВ-1 ничего не может сделать. Вот, собственно, доктрина никакая. Никакая доктрина, ребят. Штурмовая пехота. Дает вижен. Дает понимание лунесту, что делать дальше. Ну, как минимум, намекает. А тут нежданчик. Панцер Капфаген Лукс. А там ЗИС противотанковый. Хорошее попадание по Луксу. И Луксу надо уводить. А я бы сейчас заказал Вуфрамен и убил бы. Убил бы вот этот Б4. Ну, что, накрыл кого-нибудь? Ага, опять никого не накрыл. Б4. Можно даже не смотреть за его выстрелами. Даже никого не продамаживаю. Тоже подтверждается в чате, что Б4 никакая. Никакущая. Блин, Джофф, ну давай, оформим уже победу. Там 100 очков, товарищи. Королевский Тигр. Это лейт. 25-я минута. У нас Королевский Тигр. ГГ. Все. Ну что ж, было очевидно. 25 минут. Быстрая игра. Быстрая победа. И вот этот Королевский Тигр, он бы, естественно, разбил бы там. Все, что можно было разбить. Что ж, отлично. Давайте в итоге, в итоге боя посмотрим. 14 тысяч урона нанес Лувност. 19 тысяч Джофф. Ну, здесь Джофф еще и убил войск. 111 штук. В общем, Джофф превзошел Лувност по всем показателям. Что касаемо военной истории. Ну и, собственно, по запасам ресурсов. Такой достаточно равная игра с Лувностом. Да, тоже равная игра. Но только в конце Джофф все-таки опередил Лувност. Молодец. Ну вот, собственно, и все, ребята. Что у нас? Третья игра. Ждем. Ждем. Пока сделаем стоп-старт. Вот. Ну и все будет хорошо. КТ зарешал. Да, КТ зарешал. Он только выехал и все. И все сразу лапки подняли. Ой-ой-ой. Хэнде хох. Хэнде хох. Все. Бэлэнсд have arrived. Бэлэнс идеал. Это эталон. Эталон баланс. Индегейм. Кейм. Ну, прямые трансляции. Естественно, друзья. А вот и Джофф. У нас Лангерская. Джофф Лувност. Поехали, ребят. Следующая игра готова. А те, кто смотрит нас на YouTube, включайте следующий ролик. Джофф, ничего си...